Как всегда, интернационально и необычно. Ивановский Интердом отмечает 50 лет российско-кубинской дружбы. Первыми председателями Российско-кубинского союза были Юрий Гагарин и Эрнесто Чегевара. Интердом подготовил концертную программу с русско-кубинскими танцами и песнями. В предприятии посетили студенты ивановских вузов, сотрудники посольства и представители общества дружбы «Россия-Куба». Кубинец Алехандро Асиманкас со сцены признался, что уже не раз слышал об Иванове и давно мечтал побывать здесь. У нас Россия не просто дружба, мы братские народы, братские страны. Мы уже проехали вместе очень много лет и бремя испытывало эту дружбу в самых хороших моментах, в сложных моментах. И это настоящая чистая искренная дружба между нашими народами не только сохранялась, но и укреплялась. И это нас очень удовлетворяет. Связь Иванова и Кубы в интердоме начали изучать с 1980 года. Всего за историю существования учреждения в его стенах воспитывали строя кубинцев. Есть сведения и о четвертом мальчике, но они пока не подтверждены. С 1935 года в интердоме воспитывалось трое кубинцев. Энрико Вилар, Альдо и Хорхо Вива, два брата. Все трое впоследствии подросли и стали участниками Великой Отечественной войны. Энрико Вилар погиб за 40 дней до победы уже на польской земле. Альдо и Хорхо Вива, два брата, прорывали блокаду Ленинграда на Дневском пятачке. Альдо погиб. Жива в интердоме из старой пионерской традиции, когда пионеры отряда носили имена героев. Седьмой класс интердома изъявил желание носить имя героически погибшего Альдо Вива. Ребята уже побывали на его могиле на Невском пятачке. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.